МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы обсудим с заместителем начальника отдела надзора по гигиене и питанию Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Денисова. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Сразу вопрос, что это за предприятие Фантомы и как их обнаружили? Что значит предприятие Фантомы? Это предприятие, которое имеет на маркировке пищевой продукции адрес, который обязательно должен быть указан на маркировке адрес производства, адрес нахождения юридического лица, но по этим адресам данные предприятия отсутствуют. То есть это нереальный адрес, то есть это именно адрес Фантом, так скажем. А что это за предприятие, если они выпускают продукцию какую-то? Вот в средствах массовой информации, в принципе, уже сообщили о том, что эта продукция является фальсификатом и она подлежит уничтожению. Что это за предприятие, можно назвать их? По поручению правительства в 2015 году Роспотребнадзором был создан государственный информационный ресурс защиты прав потребителя. Эта система работает в онлайн-режиме. Создана она была для того, чтобы быстро получали государственные органы информацию, в частности, Роспотребнадзор, информацию о продукции, не соответствующей установленным требованиям. Вот как раз информация о продукции, не соответствующей установленным требованиям, произведенная ООО «Меркурий» была размещена в государственном информационном ресурсе защиты прав потребителей. То, что касается предприятия, которое называется «Общество с ограниченной ответственностью Меркурий», да, это предприятие «Призрак», потому что на маркировке данной продукции и в товаросопроводительных документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а продукция – это масло сливочное, был указан местонахождение предприятия, город Челябинск, улица Молодогвардейцев, 68. При выезде наших специалистов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области было установлено, что по данному адресу улица Молодогвардейцев, 68, расположен жилой многоквартирный дом, никакого предприятия, пищевой промышленности, производящего масло и никаких офисных даже помещений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью Меркурий, установлено не было. А вот как вообще часто приходится сталкиваться с недобросовестными производителями? Ну вот, наверное, если обратиться к статистике, то в 2018 году было исследовано порядка 19 тысяч проб пищевых продуктов. Из них молочной продукции порядка 4 тысяч проб. И вот из этих 4 тысяч проб всего лишь 4,5% – это продукция, не соответствующая требованиям. Сюда вошла и масло сливочное, и молоко, и сметана, и творог, и сыры. То есть вся продукция молочная была происследована практически. Ну и вот от 4 тысяч проб в среднем мы имеем только 186 проб, не соответствующих установленным требованиям. Если говорить о продукции, то продукция не соответствует по микробиологическим показателям в большей степени, но и по физико-химическим показателям, то есть показателям качества. Но это не такой тоже большой процент. Но есть, тем не менее, продукция, которая не соответствует. В каких сферах больше всего нарушений? То есть вот какие продукты чаще всего подвергаются фальсификации? Ну, как ни странно, это молоко и молочные продукты, и мясная продукция. Значит, ну, в молочной продукции это, как правило, замена молочного жира растительными маслами. То есть жирно-кислотный состав не соответствует. Это как раз показатели фальсификации, или по-другому можно сказать показатели идентификации, по которым мы определяем фальсификацию продукции. То есть это жирно-кислотный состав, соотношение жирных кислот. И самый основной показатель – это, конечно, стерины, характеризующие наличие растительных масел. Так. Вот пальмовое масло – это как раз то, чего нужно опасаться, да? Ну, здесь тоже очень вопрос неоднозначный. По какой причине? Потому что пальмовое масло бывает тоже разного качества. То есть не стоит его сильно бояться. Но если говорить о продукте натуральном, допустим, сливочном масле, то, естественно, сливочное масло не должно содержать никаких примесей растительных масел. То есть если содержит масло сливочное растительные жиры, то, значит, это говорит о его фальсификации. Этого быть не должно. Эта продукция некачественная и опасная. То есть она не должна... А вот это обязательно нужно указывать на этикетке? То есть вот если потребитель приходит в магазин, берет несколько пачек масла и читает маркировку, что там должно быть написано? Состав? Ну, конечно. Существуют определенные требования к маркировке. И, естественно, первое требование – это производитель должен указывать достоверную и полную информацию о наименовании продукта, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. То есть, естественно, если масло произведено с какими-то примесями растительных масел, масло сливочное, то есть замещен молочный жир растительным, то, естественно, производитель должен вынести эту информацию на маркировку. Но вот сейчас нужно, видимо, сказать, что с 15 июля 2018 года вступили... Внесены некоторые изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочного продукта. Вот они как раз говорят о том, что введено дополнительное наименование. Это если у нас было такое наименование, как молокосодержащий продукт, то есть сейчас еще введено такое понятие, как продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира. Так, молокосодержащий еще и с заменителем. Да, продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира. И на сегодняшний день те производители, которые используют при производстве растительные жиры, должны правильно маркировать свою продукцию. То есть на маркировку выносить наименование продукции продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога, например. Или продукт молокосодержащий. Но это получается, что они заранее должны быть готовы к тому, что этот продукт покупать меньше, так скажем. Ну, потребитель вправе выбирать продукцию. Еще такой момент. Вот несмотря на, если говорить о молочных продуктах, несмотря на 7-дневный срок хранения, ну, например, сметанный продукт может храниться намного дольше и даже не менять внешнего вида. Значит ли это, что в этот продукт добавляет какой-то консервант? Ну, здесь сложно сказать. Нужно смотреть ту информацию, которая вынесена на маркировку. То есть производитель сам устанавливает сроки годности пищевого продукта и условия его хранения. То есть если на маркировку не вынесены, допустим, консерванты, да, которые могут быть использованы при производстве пищевого продукта, то нельзя говорить о том, что в этот продукт внесены какие-то пищевые добавки или консерванты. Это неверно. То есть вся информация о продукте должна быть, и в том числе о ее составе, должна быть изложена на маркировке. Недобросовестные производители, к сожалению, да, не указывают эту информацию. Этим могут этим пользоваться. Но у нас, я могу сказать, что по опыту нашей работы, все наши крупные предприятия, они, собственно говоря, очень беспокоятся за свою репутацию, за свои бренды. Поэтому я не думаю, чтобы кто-то из них пошел на такое хищение и не внес те компоненты, которые содержатся в продукте. А вообще, вот срок годности может ли быть критерием определения натуральности продукта? Ну, опять же, в домашних условиях. То есть если в течение 7 дней этот продукт уже начинает портиться, то, в принципе, значит, там присутствуют именно натуральные ингредиенты. Однозначно нельзя говорить на эту тему, потому что на сегодняшний день предприятиями используются новые передовые технологии производства пищевых продуктов, которые уже заранее могут гарантировать срок годности более, чем он был ранее установлен, например, теми же ГОСТами, национальными стандартами. Вот если говорить о детских продуктах питания, которые рассчитаны как раз на детей, здесь особые требования и какие? К производству, конечно, предъявляются особые требования. Требования предъявляются к пищевым продуктам, которые используются. Жёсткие требования, нужно сказать. Более жёсткие требования к продуктам, к сырьевым компонентам, правильно сказать, из которых состоит продукт. То есть, ну, требования разные, видите, они зависят от возрастной категории. Так. Дети раннего возраста, дети дошкольного, школьного возраста. Разные требования к этим продуктам. Поэтому, ну, перечень продуктов-то, собственно, он есть, и он изложен в техническом регламенте Томоженного Союза о безопасности пищевой продукции. Поэтому, в общем-то, можно посмотреть. Ну, вы-то знаете этот перечень. Ну, давайте назовём несколько, ну, три хотя бы продукты, которые самые популярные среди потребителей. Ну, допустим, нельзя использовать при производстве колбасных изделий для детского питания мясо механической обвалки. Так. То есть, если в составе... Мясо продуктивных животных механической обвалки. То есть, если в составе такая продукция присутствует, ну, то, естественно, это уже нарушение. Ну, вы лично, когда приходите в магазин, на что вы больше всего обращаете внимание? Всё-таки ТО или ГОСТ? Какой продукт вы предпочитаете брать? Ну, конечно, я думаю, сейчас потребители все знают уже, и все стараются приобретать продукцию, выработанную на соответствии требованиям ГОСТа. Хорошо. На что ещё вы обращаете внимание? Как потребитель уже? Ну, конечно, нужно смотреть внимательно и ту информацию, которая изложена на маркировке пищевого продукта. Смотрю, что... Первым делом смотрю, как называется продукт. То есть, что изложено, как. Это колбаса варёная, докторская, или это, допустим, сосиски молочные. Да, это продукция ГОСТовская. Здесь нужно сказать, что касается колбасных изделий, что на сегодняшний день нельзя использовать при производстве продукции по техническим условиям те наименования, которые были изложены в ГОСТе. То есть, колбаса докторская, колбаса молочная – это, так сказать, годами сложившиеся стабильные наименования. Это как раз вводит в заблуждение потребителя. Да, ГОСТовские наименования. Если производитель на маркировке выносит наименование продукции, например, колбаса докторская с салями, ну, бывает, к примеру, да, то это, естественно, уже нарушение. То есть, колбаса докторская в данном случае, он не должен использовать совершенно это докторское наименование. Вы сегодня говорили о том онлайн-ресурсе, где можно проверить, фальсифицированы продукции или нет. Что это за ресурсы? Да, это государственные информационные ресурсы защиты прав потребителей, который был создан Роспотребнадзором. В принципе, доступ к этому ресурсу имеют и потребители. То есть, вот как раз-таки о продукции, не соответствующей установленным требованиям, информацию можно подчеркнуть из этого государственного информационного ресурса. То есть, нужно зайти на сайт zpp.rospotreb.ru. Выбрать раздел «Пищевые продукты», не соответствующий установленным требованиям, зайти вот в этот раздел, и уже вся информация будет о пищевых продуктах вам видна, которые не соответствуют требованиям по тем или иным показателям. Спасибо за ваши ответы. Наталья Денисова, заместитель начальника отдела надзора по гиене питания, управления Роспотребнадзора по Челябинской области, мы говорили о том, как научиться определять качество продукта по маркировке. А с вами была Марина Кленова и программа «Есть вопросы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова